Тихая работа консоли Многие игроки, которые проходили Horizon или The Last of Us 2 или God of War, знают, как PS4 или PS4 Pro идёт на взлёт. Когда кулеры разгоняются до максимума, играть без наушников становится реально проблематично. Sony решила окончательно разобраться с этой проблемой при разработке PS5, почему консоль и имеет внушительные размеры, но при этом очень тихую и почти незаметную работу игровой системы 9-го поколения. Такой результат работы осуществляется за счёт массивного радиатора в паре с новым термоинтерфейсом. В PS5 вместо термопасты используется жидкий металл на основе галлиума, что максимально обеспечивает быстрый теплоотвод от процессора к радиатору. За счёт этого консоль практически не греется. Быстрая загрузка Использование быстрого SSD накопителя существенно повысило скорость загрузки контента. В то время как на PS4 для загрузки уровня в игре Spider-Man требуется около 8 или более секунд, PS5 справляется с данной задачей менее чем за одну секунду. SSD-шник PS5 работает на рекордных скоростях, и его пропускная способность составляет до 9 ГБ в секунду. Добиться этого удалось благодаря сочетанию быстрого NVMe SSD, специального аппаратного декодера и оптимизациям на стороне софта, которые значительно улучшили работу системы ввода-вывода. Файлы игры подгружаются сразу в видеопамять, минуя процессор и обычную оперативку. При этом они сжаты примерно в полтора раза, благодаря чему занимают меньше места. Сжатые файлы быстро передаются с SSD на аппаратный декодер, который проводит декомпрессию и отдает готовый к употреблению материал в видеокарте. Обратная совместимость. В режиме обратной совместимости PS5 поддерживает более 4000 игр для PS4, а это 99% игр от четверки. На PS5 доступен специальный режим ускорения Game Boost, он позволяет запускать некоторые игры для PS4 с более высоким фреймрейтом, вплоть до 60 кадров в секунду. Цифровые же копии игр для PS4 вместе с их данными и сохранениями можно переносить с PS4 на PS5 с помощью проводного интернет-соединения через Wi-Fi или же через внешний USB-накопитель. Подписчики PS Plus также могут воспользоваться функцией синхронизации, синхронений через облако. Игры PS4, которые недоступны на PS5, а также список игр для четверки, которые получат бесплатное обновление до PS5 версии, приведены в описании к этому выпуску. Привод Ultra HD Blu-ray. PlayStation 5 имеет оптический привод Ultra HD Blu-ray и используют диски Blu-ray объемом до 100 гигабайт, что позволяет насладиться фильмами в UHD качестве. Как и на всех предыдущих консолях от Sony, замена оптического привода заблокирована на программном уровне. Таким образом, заменить плату привода возможно с заменой материнской платы игровой системы. Сам по себе привод стоит около 20-30 долларов. Преимущество привода в консоли в том, что почти все PS4 эксклюзивы можно купить сейчас на вторичном рынке по цене от 5 до 50 долларов. При этом цифровые версии игр, как правило, дороже, даже с учетом периодических скидок в PS Store. Как вы уже догадались, есть смысл покупать именно дисковую модель PS5, пусть даже она будет дороже, чем цифровая версия. PlayStation 5 Digital Edition Цифровая версия пятерки – это консоль, в которой отсутствует Blu-Ray привод. Еще на старте текущего поколения и Sony, и Microsoft разрабатывали механизмы, которые позволили бы привязывать диск к одной консоли – DRM защита от перепродажи дисков. Но волна недовольства пользователей вынудила отложить эту идею в долгий ящик. Digital Edition решает эту проблему. Она сводит на нет риск того, что покупатель будет покупать игры не у Sony. На такую консоль можно смело ставить самый маленький ценник, и она все равно окупит себя, так как пользователь будет покупать игры только в PlayStation Store. Поэтому, если вы не хотите заморачиваться с физическим ритейлом, можете смело покупать Digital версию и покупать игры в цифре. Поддержка дополнительного SSD Одно из главных новшеств – долгожданная возможность расширения памяти с помощью подходящих накопителей M.2. Для апгрейда понадобится M.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ в секунду. После установки дополнительной SSD M.2 можно использовать для загрузки копирования и запуска игр для PS5 и PS4, а также мультимедийных приложений. Это позволяет увеличить доступное место для хранения данных на консоли PS5. Можете перемещать игры между памятью консоли PS5, подключенным внешним юзкопителем и дополнительной памятью M.2 SSD. Требования для второго SSD-шника проведены в описании к этому выпуску. DualSense Особенности беспроводного контролера DualSense для PS5 есть тактильная обратная связь, которая способствует погружению в игру, динамически адаптивные триггеры и встроенный микрофон, который безупречно вписан в хорошо знакомый дизайн. Работа двойных приводных механизмов вместе с традиционными электродвигателями для создания вибраций позволяет почувствовать физическую реакцию окружения, начиная от особенностей окружения и заканчивая отдачей различных видов оружия. Адаптивные триггеры позволяют почувствовать разные уровни усилий и напряжения при взаимодействии с окружением и снаряжением в играх. Почувствуйте физическую связь со своими действиями на экране, например натяжение тугой тетивы лука или натяжение педали тормоза автомобиля на большой скорости. Используя встроенный микрофон, вы можете разговаривать с друзьями онлайн, а используя кнопку Create, вы можете записывать и транслировать наиболее эффективные моменты игры. Кроме того, DualSense можно подключить к ПК. Инструкция по установке дополнительного софта проведена в описании к этому выпуску. Трассировка лучей Трассировка лучей или Ray Tracing – одна из самых больших функций, доступных на консоли PS5. Это мощный метод рендеринга, который играет важную роль в создании невероятно реалистичных световых эффектов для видеоигр. Трассировка моделирует поведение световых лучей в реальном мире с помощью алгоритма, который отслеживает прямой путь, по которому на самом деле пройдет луч света. Это позволяет разработчикам игр для PS5 улучшать графику с помощью виртуальных световых лучей, которые создают точные отражения, правильно отражаются от поверхностей и создают более глубокие тени в реальном мире. Игры для PS5, поддерживающие трассировку лучей, приведены в описании к данному выпуску. Медиа-система PS5 PlayStation 5 – не только игровая консоль, но и полноценный медиа-центр, нацеленный как на видео, так и на аудио-стриминг. Управление музыкальными и телевизионными приложениями стало еще проще, как минимум для их скачивания не нужно будет заходить в PlayStation Store. Все они доступны во вкладке Mediaspace, на специальном пульте для PS5, который можно купить в консоли отдельно. Также есть специальные кнопки для различных сервисов. Одной кнопкой вы можете запустить Spotify, YouTube, Disney Plus или Netflix. PSVR, PSVR 2 для PS5 Шлем PSVR работает на PS5 в связке с камерой от PS4, как первой, так и второй ревизии. Новая HD-камера для PS5 несовместима с текущей версией шлема. Переходник на старую камеру Sony предлагает заказать владельцам шлема PSVR бесплатно через официальный сайт PlayStation. Все, что вам нужно, это указать серийный номер, указанный на процессорном модуле от PSVR, а также указать ваш адрес для доставки переходника. Я сам его заказывал. Доставка заняла не более месяца из Германии в Украину. После того, как вы выполните подключение PSVR к PS5, вас встретит знакомый экран настройки, который поможет новым пользователям правильно установить гарнитуру и расположить ее в поле зрения камеры. При первом подключении PSVR или Aim Controller, вам будет предложено поддержать его перед камерой для калибровки области трекинга. Игры для PSVR на PS5 выглядят почти так же, как на PS4 Pro. Тем не менее, одно ожидаемое, но ценное улучшение все же есть. Как вы уже, скорее всего, догадались, это быстрая загрузка игр за счет SSD, чьи игры для PSVR работают практически в два раза быстрее, чем на PS4. Кроме того, согласно информации портала Bloomberg, шлем PSVR 2 поступит в продажу в конце 2022 года, но официального анонса от Sony пока не было. По информации журналистов, PSVR 2 получит OLED-дисплей производства Samsung. Ранее в сети появились слухи, что разрешение экрана PSVR 2 составит 4000 на 2040 пикселей, то есть 2000 на 2040 пикселей на один глаз. Это меньше, чем у HP Reverb G2, но больше, чем у Oculus Quest 2. Устройство сможет отслеживать положение глаз и контролеров. Кроме того, у шлема будет функция тактильной отдачи. Новая версия VR будет улучшена по всем параметрам, от разрешения до области обзора и считывания движений игроков. Также Sony представила контролеры PSVR 2 в своем блоке в марте этого года. Контролеры PSVR 2 призваны улучшить погружение с помощью множества новых функций, некоторые из которых мы видели в джойстике DualSense, это адаптивные триггеры и тактильная обратная связь. Контролеры PSVR 2 также имеют функцию обнаружения касания пальцами, что позволяет контролерам определять, где находятся ваши пальцы, без необходимости нажимать кнопку. А на этом все. До новых выпусков на канале Селдевита. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии к этому ролику. И, пожалуйста, делитесь ссылочками с друзьями. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok